Привет всем и добро пожаловать в новый влог! Сегодня у меня закупка небольшая, сегодня у нас четверг. Вчера я пекла пирог, помните я вам говорила? Я сегодня ставлю видео и напишу вам рецепт. Вчера хотела на дачу поехать, когда спекла пирог, тоже там видео сделать. Но там у нас вчера была полная дача. Люди приезжают просто после работы, отдыхают там, шашлыки делают. И так вот соседи, дети бегают. Я не рискнула снимать, думаю, чтобы никто не попал. Сегодня что? Я, как всегда, поехала за сгущенкой. Мы любим очень сгущенку, сгущенное молоко. Как всегда, что-нибудь да мимо набрала. Но не было селедки, которую мы берем всегда такая, знаете, свежая, в ветре, как они сами засаливают. Не было. Потом тортик, мадлен или как сказать, тоже такой вкусный, тоже что-то не было. Муж где-то покупал в русском магазине, но он очень вкусный. А я тут у нас была в Дармштадте. Там тоже у нас русский магазин есть. Что вам хочу сказать? Вот такие вот тортики тоже, пироженки. Я люблю, очень тоже люблю. Вот что я в русском купила. Такая прелесть. Ой, сейчас я буду их пить, кушать. Потом китайскую лапшу. Дети у меня очень любят. Вот это вот тоже. Я, по-моему, 4 пачки брала. Так-то я покупаю в немецком. В немецком стоит такая пачка. Сколько миллиона так примерно? Смотрю, она чуть побольше. Ойра 29. Ну, есть и по 69 центов. А тут-то, по-моему, 49 центов в русском магазине. Сыр. Так, это мы... Сейчас я буду говорить, что я с русского купила. Это уже идет другое. Вот эти вот 4 пачки китайской лапши. Дети у меня любят. Сын очень любит. Так, семечки. Вот именно вот такие вот. Потом мы брали такую пачку фон Волк, где Волк воет. Вот такую тоже. Ну, это так себе. Ну, что-то у меня вот такие вот. Сын любит вот такое вот. Я вам покажу только, что я купила в русском. А потом Гридли. Потом. Это тоже в русском магазине. Мне эта колбаска нравится. И докторская. А это я вот такую беру на окрошку часто. Так, лаврушку. Что я еще в русском купила? Так, это Лидл. Я купила, знаете, этот... Так, по дороге пить захотела. И думаю, куплю там лимонад, что-нибудь такое. Так, Ламбада. Вы знаете, он вообще без газов. Я без газов как не люблю. Надо было мне купить там буратин или вот такое вот, что-нибудь это. Ну, чтобы газы были. Так, что еще? В русском я купила вакельки. Еще печеньки коровка я люблю, но не было именно синей пачки. Там были разные всякие, но и именно синей как упаковки не было. Я люблю такую, чтобы синяя была упаковка. Мы уже все перепробовали, вот решили вот на синей упаковке остановиться. Вот эта вот коровка. Мне очень нравится. Так, пряника в моих, которые мы постоянно покупаем, бывает по 7-8 пачек берем. По сей день нету, до сих пор нету. Сушки вот эти вот решила другие купить. И это сушки, да, бублики. А это вот пряники. Пряники разные, тоже мы перепробовали. Я иной раз на дачу беру, так, если кофе пьешь, чтобы быстро-быстро там как бы попить такое, чтобы как без оморочек, да. И так это другое совсем. Потом, что я купила? Сало купила, хотя муж тоже скоро будет коптить сало. Я не знаю, сколько тут грамм. Сейчас, подождите. Я одену очки и скажу, сколько тут грамм. Так, 350 грамм стоит 3,68 евро. Мы вообще берем, как-то распробовали литовское. Нам говорили купить. Литовское очень вкусное, копченое. Но это тоже, я смотрю, как неплохо выглядит. Думаю, надо купить, попробовать. Потом что? А конфетки, вот эти вот всякие. Тут и батончики, и такие конфетки. Тоже мы уже столько перепробовали конфеток этих всяких. Думаю, ай, все равно возьму. Вот такие я очень люблю с мармелада. Очень. И, Галь, какие конфеты? Ну, чтобы было мармелад. Я очень люблю. Прям не могу. Потом бананы, как всегда мои, зеленые. Потому что люблю зеленые бананы. Так, это я уже, подождите, я уже перешла на Лиду. Так, ну вот это вот, что с русского магазина, да. Все. Короче, вот это было с русского магазина. Что я купила. И сгущенки. Три штуки. Потому что у меня еще есть, но я беру всегда на запас. Потому что я ездила сегодня с знакомой. С ней кофе попили. Она живет недалеко от там. Думаю, ну раз она поедет, тогда я поеду к ней. Тогда поеду и сгущенку по пути куплю. Так, ну вот теперь и в русский заехала. Ой, в русский, да. Купила в русском. Теперь заехала я в Лидл. Там они тоже рядом находятся все. Так, молоко, как всегда. Молоко у нас быстро уходит. Шампанское. Шампанское простое такое, как вам показать. Обыкновенное. Потому что гости приезжают. Хотя у нас бар и полный. Но бар это у нас с отпуска. Знаете, куда мы ездим в отпуск? Там у нас уже не знаю сколько. Около, наверное, 70 бутылок. И как бы, ну как коллекционировала раньше. Вот такое вот. И они у нас как остались. Но все равно, думаю, если гости так вот приедут, все равно нет-нет, открываем. Так, молоко. Потом сливы. Слива у нас быстро уходит. Потом нектарины. Я не знаю, как они будут по-русски нектарины. Ну, нектарины. Вот это сливы, вот это нектарины. Потом дыни у нас. Бананы я там купила. Потом бутерброды на хлеб. Потом это... Сын берет мед-собой в школу. Кстати, с понедельника у него две недели будет практику. Он делает потом неделю в школу. И все, и заканчивается школа у него. На каждой земле мне спрашивали по-разному. Например, в Байроне едут. Или, например, попозже. Чтоб у нас не было штаву. Штау, чтоб не было пробок. Это так Германии сделали. На каждой земле отпуск, как каникулы по-разному. Чтоб не было пробки, когда люди все уезжают в отпуска. Вот. У нас вот начинается, например, 23-го. 23-го вроде мы вот последний день у них. Это что у нас пятница? И все, мы сразу в отпуск уезжаем. Так, что? Виноград купила. Хлеб любимый мой. А лаврушка это тоже с русского магазина. Вот он. Колбаску показывала. Потом лук. 2 ойра. С лишним там, с копейками стоит. Потом. Это мне нравится, знаете, это... Колбаска это индюшатина. Потом. Что еще я купила с русского? Ну, это итальянская вот эта томата. Как, знаете, разрезанная уже готовая вот эти помидорки. На зоус, так такое часто делаем, шпагетти. Моцарелла любимая. Потом шпайзе, кварк, как растертый сыр. Потом майонези, майонез. Так, на салат. Сметана. Сметана. Она кислая. Некоторые берут за урозана. Она вот, как... Говорят, вроде бы, как бы не сильно кислая. Не знаю. Сметана и сметана. Я всегда такое вот беру. Потом авокадо. Это каждое утро такое вот фрюштыкают. Или, например, вечером абенброд делаем. Это как вечер, как вечерняя еду, да? Как вечерний, как хлеб. Нет-нет, вот так вот кушаем. Потом. В Германии мы тоже берем на фрюштук. Яички. Круглый год, конечно, продаются у нас. Такие крашеные, вареные. Это тут как порядки вещей уже давно. И потом 2 ойра с лишним стоит. 2,59 евро. Где-то так. И яички XXL 18 штук. 3 ойра с лишним тоже стоит. Лук такой я купила. Потом еще одна баночка томат. Вот этот вот разрезанный. И зоус тоже. Вот мы всегда, ну, как покупаем. К нуделям, к макаронам, к шпагеттям. Вот. И фасоль. Фасоль. Вот. Такое вот по-быстренькому заехала, купила. И воду. Воду всегда покупаем. Ну, не знаю. Сашки, а вот это вот. Мы всегда облили, покупаем ее. Дети привыкли пить. И вот такую воду. Ну, вот. По-быстренькому все. Вам сняла. Думаю, сниму сегодня обязательно. Мне вчера уже писали, вы куда потерялись. А я то работа, то еще что-нибудь. Сейчас вот тоже приехала, пока закупилась. Сейчас уборка. Как обычно. Уборка, варка. И потом отдохнуть немножко надо. Может быть, поеду на дачу. Если муж не заедет поливать. И поеду на дачу. А завтра уже с утра там буду. Покажу вам, сколько у нас там уже помидор красных. Урожай снимаем. Огурцов каждый день. Ну, и вот такое по мелочи вам покажу. Всем пока. Большое спасибо вам за просмотры. Хорошего вам дня. Привет всем. Добрый день. И добро пожаловать в новый влог. Вы помните, которое я вам говорила про пирог? Я собрала сделать. Которые у меня были персики мягкие такие. Вот что я как перебирала все. И откладывала. Кто помнит, да? Посмотрите, какой. Ну, тут я еще. Хочу, знаете, полностью опустошить уже здесь. Уже свежее опять покупать. Вот, потому что вот эта вот мошка, я уже борюсь с ней. Но все равно, как бы, покупаю всякие вот эти ленточки. Когда только чуть-чуть уже, знаете, где мокрое или мягкое, все, уже садятся. Уже сегодня средство купила, ездила с утра. Вот, посмотрите, какой получился. Специально сахарную пудру на верхней делала. Хотела показать. Вот это вот слива. А вот это вот везде идет персик. Ну, я скажу, что вам, что можно любую ягоду. Можно ягоду и замороженную даже. Но очень вкусный. Рецепт я оставлю под видео. Посмотрите, какой толстый. Смотрите. Теперь посмотрите. Я сделала сахарную пудру на верх. Рецепт очень легкий. На сметане очень легкий. Смотрите, с этой стороны. Какой пухленький. Хороший такой. Вообще, я не знаю, наверное, сантиметр, наверное, не знаю, 5-6. Очень высокий. Очень высокий получился. Так.